Это Мэг, Эми, Пэт и Джо. Я пишу рассказ о нашей сёстрами жизни. Он должен быть короткий и остроумный. А если главная героиня девушка, в конце она обязана выйти замуж. Ай, Джо! Я хочу жить в Риме и быть самой известной художницей на свете. Ты ведь тоже хочешь стать знаменитой писательницей, правда, Джо? Да, но из её уст это звучит ужасно пошло. Мои девочки вечно попадают в неприятности. Как и я. Это Мэг, Эми, Пэт и Джо. Я намерена добиться всего сама. Это никому не под силу, тем более женщине. Придётся найти выгодную партию. Но ты ведь не замужем, тётя Марч? Всё потому, что я богата. Джо, может, потанцуем? Не могу. Я прожгла своё платье, и Мэг велела мне не двигаться, чтобы никто не заметил. Тогда у меня есть отличная идея. Джо неисправима. Поэтому теперь вся надежда на тебя. Я считаю, мы сами выбираем, кого любить. Любовь не случается просто так. Поэты с этим поспорили бы. Уедем сейчас. Я продам свои рассказы. Джо! А ты? Тебе суждено стать актрисой и блистать на сцене. То, что мои мечты отличаются от твоих, не значит, что они не важны. Я люблю тебя с первой нашей встречи, Джо. Сердцу не прикажешь. Если мы поженимся, это будет катастрофа. Вовсе не катастрофа. Мы будем несчастны. Джо, Джо, я буду образцовым мужем. Я и новая пьеса авторства мисс Джо Марш. У женщин есть ум, есть душа, есть сердце. Либо я стану великой, либо никем. Они амбициозны, талантливы и просто красивы. Я больше не хочу слышать, что у дел женщины удачно выйти замуж. Просто не могу этого слышать. Некоторых людей просто невозможно изменить. Маленькие женщины. Так за кого она вышла? Субтитры создавал DimaTorzok